Сегодняшнюю лекцию начну с признания, я ни хера не готовился, поэтому все, что сейчас будет производить, это будет глубокий экспромт, но тем веселее. По плану у нас сегодня должно быть... Сейчас посмотрю. О, у меня Firefox ужасно. Не хочу Firefox. А кто пользуется Firefox? Нет. А Chrome? А Safari? А, ну ладно. Шутка. Прикольно. То есть, никто не пользуется Firefox. А Opera? Вот. Ну, я бы хотел сказать этих людей. Opera, кто пользуется? И как тебе? Она все еще работает? А, то есть, типа, некоторые кладки, я, короче, в одиннадцатом классе, короче, да, мне еще жалко закрывать. Они уже исторически так сложились. Да, да, да. А когда свет вырубаешь, что у тебя происходит? Оно сохраняет кладки. Некоторые кладки пережили сайты, короче. То есть, знаешь, у Google нет закешированной копии сайта, а у тебя есть. И ты, короче, можешь его продавать. Типа, у кого есть сайты? У меня вкладка еще осталась, чуваки. Ладно. Я видел. Давайте, когда будет ничего не видно, будем кричать так. Ну, все только вместе, резко. Я это не вижу, но я вижу, что мигает. Окей. Сегодня у нас по плану есть такая штука, называется код-ревью. Первые домашки, Programming Together. Рядом мы сможем программировать все вместе, таким большим количеством людей. И Homework 2, который я вам выдам. Обычно на этом занятии я беру все домашки, которые нам прислали, и выбираю какие-нибудь рандомные. И просто как-нибудь комментирую в плане того, что, ну, какие здесь штуки можно улучшить, как-то сделать по-другому, нарушить и так далее. И плюс, потом, сегодня я уже придумал, какую штуку вам написать. Я расскажу вам, что такое гемы, всю правду о гемах, как они распользуются, что такое бандер и гемфайл. И расскажу вам... А, мы, конечно, пишем какую-нибудь прикольную утилиту, если успеем до конца. Вот. Пока-нибудь вы увидите, как я пишу утилиту, и как я буду писать, потому что я говорю, сегодня не готовился, так вот придумал, что утилита должна быть. Вот. А если у вас какие-то сейчас вопросы, то прям не держите себе, прям сейчас задавайте. Давайте. Я просто буду их во время рендиратора домашки покрывать. Ну, это Зин. В следующий раз буду кому-нибудь, короче, готовить вопросы, задать, пожалуйста, мне вопрос на реакции. Так, кстати, делать. Я ходу сейчас на курсы публичных выступлений. Один из способов вначале... Ну, вы считаете, у вас там не проходит какое-то устроение, потом такая неловкая пауза, типа, задается вопросы. И такое молчание. Никто. Вот. Чтобы этот разбить, можно кого-нибудь попросить задать вопрос. Типа, ну, задай мне просто. Ну, тогда, типа, первый чувак задал, и другому уже не так страшно. Вот. Ладно, если у вас есть какие-то вопросы по ходу движения, то свистите. Есть добровольцы на код-ревью домашки? У меня тут есть огромная куча ваших пулриквестов, я же офигел. Я устал ваши письма удалять, честно говоря. Просто тут... Вот. Некоторые даже какие-то посмотрели. Кто хочет? Никнейм. Евгей... Евшве. Три часа назад доделал. Молодец. Успел. О, кстати, я ее смотрел сегодня. Где-то по ходу. Сейчас, секундочку. Ну, первый комментарий, который я хотел бы оставить, это вот... Он находится вот здесь. Когда я работаю на проекте со своими ребятами, когда такое происходит, я решаю это делать только в одном случае. Когда очень не успеваешь, прям очень, прям через полчаса. Да, вот. Поэтому, когда ты пишешь какие-то вот такие маленькие commit-месседжи, ну, это кто не знает, это commit-месседжи, да? Тут написано test, 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 text, remove 1. Там, наверное, какие-то еще маленькие изменения, какие-нибудь там настройщика. Ну, не знаю, что это такое. То для этого есть... Ну, когда-то вот такой херни нафигачиваю, потом все такое прям, ууу, хорош, много. Вот. Есть такая замечательная учительница, называется git rebase. Вот, давай я даже прям сделаю такую интересную штуку. Я... Где-то там. Это я вам сейчас учу с git работать. Ну, это такая больше advanced фича, но тем не менее. Смотри, вот твой репозиторий. А, все, кто хочет поучиться работать с git, я там слышал такие разочарованные вдохи. Вот. Есть, то есть, лита... Вуу. Аня, извини. Я знаю, что я на 3G. Не, я вижу, что я на 3G, да. Вот, ладно. Есть такая замечательная штука, давайте try git. Здесь прям такой интерактив git, где можно попробовать потыкать всякие штуки. Вот, ты прям тут тыкаешь git help, и он тебе прям, наверное, даже что-то выдаст и так далее. Вот, просто поиграйте. Здесь дальше есть какие-то... А, он тебе прям говорит, напиши что-нибудь и объяснишь, что ты сделаешь. Тут очень небольшое количество шагов. Если вы прям поймете, все осознаете их, то будет правильно. Мы однажды пытались в Бгуире, ну, рассказывая с людьми про git, мы убили целую пол-лекции с Юрой. Мы два раза пытались, ребят, с людьми по git. В общем, в одной и той же группе. Мы убили целую пол-лекции два раза и ничего не добились. Это очень тяжело сказать. Ну, есть, можно придумать какие-то абстракции, можно как-то все. Но самый простой способ сесть, сделать, получить кучу бадхерта, ошибок, просидеть полночи, пытаясь понять, куда делался твой код. Вот, спросить там у друзей, если ты не брал мой код случайно, там коммиты. Вот. Поэтому тут, ребята, извините, но вы сами. Я тут, как говорил, скачал у меня репозиторий. Так, смотри. Вот твой git log, который у тебя вот есть. Это вот то, что ты тут делал. Пять коммитов. Есть такая замечательная штука, называется git rebase. Потом можно писать head. Это какая-то типа... Ну, то есть, head это обычная штука, которая указывает последний коммит. Это head. Сейчас, сейчас, сейчас head, это вот здесь вот этот последний коммит, да. Еще есть красивый git log у меня вот такой. Это подхаченный git log. Видишь, он говорит, что head у тебя вот здесь. То есть, это типа верхний коммит, который сейчас указывает указатель. Вот. Когда ты говоришь git rebase head, потом ставишь стильду, говоришь там пять, потом он говорит минус i. Interactive. Она делает такую очень прикольную штуку. Git rebase — команда, которая берет какую-то твою... какой-то твой коммит, да, и пытается что-то там сверху нафигачивать на него. Но вот git rebase минус i — это совершенно другая команда. Реально, она делает все другое. Это так называемый git squashing. Когда ты можешь много коммитов, сделать из них один такой большой. Вот. Тогда у тебя открывается такая вот штука, типа вот. И ты здесь можешь сказать пик... Сейчас. Можно говорить... Тут самое навесное, что говорить. Пик, reward, edit, squash, fixup, exec. Я вот не уверен, там какие-то у тебя есть штуки. Тест. Мне кажется, что тут ничего не изменяется, нет? Да, вот. Ты можешь просто сказать их, типа... Сейчас. Вот это вот, наверное, можно пропустить. Сихонечку. Можно... А то тебе можно пропустить, там, медведь. А нет, нельзя. Ладно. Значит, можно сделать squash. Да. Squash. То есть, грубо говоря, у Глорисера первый коммит я выбираю, и даже его там переименую, наверное, можно. Не уверенно, можно так делать. Дальше сделаю squash. Squash, ты типа, а все остальные, я к нему так прифигачу сверху. Вот. Потом вы сохраняетесь, у вас происходит такая штука, типа, вот там... Ну, это то, что вам переименовать предлагают. Там, ты говоришь, имплемент, паровоз. А, это не паровоз, да? А что у тебя? Пушка. Пушка. Нигаем. Вот. Тут он какие-то еще... Это вот первый раз, это мы переименовывали твой коммит. Это все можно теперь начать убрать. И ты типа сейчас ребейзнул. Если посмотришь свой гитлок, то ты увидишь, что вот... Вот коммит, который ты сейчас сделал. Да? Не важно, посмотрим даже прямо на него можно посмотреть. Ну, типа, короче, вот коммит. Потом ты можешь в свой репозиторий запушить коммит, и он получится прикольный. Ну, то есть, обычно, если ты говоришь, push origin master, я сейчас не могу это сделать, потому что это твой репозиторий, и, наверное, он скажет, ты здесь знаешь. Да, он скажет, извини, иди нах. Вот. Но таким образом ты можешь потом взять и переписать свои коммиты. Так у тебя вот из пяти коммитов случится один, красивый, и он будет такой, типа, цельный. Вот. Ну, как-то так. Это был первый комментарий. Ну, относитесь к коммитам более так, если вы так нафигачили, то потом возьмите, верните, подберитесь с собой. Это будет такой хороший, правильный код стайл и все такое. По коду. Тут много-много всяких штук. Мне понравилось, что ты завязал класс. Это очень круто, то, что ты завязал класс и здесь прям в УПе завязал какой-то вот там, типа, GAN New и GAN Process. Да? Какой у меня есть интересный вопрос? Вопрос номер один. Почему ты в УПе каждый раз делаешь GAN New и GAN Process? Давай, защищайся. Да, смотри, в чем прикол. А, ну, мало того, что я вам это не показывал, я кому-то показывал в чатике и есть такая классная сеть, называется RuboCop. Вот. Я писал про нее в чатике, очень прикольная Туза. Так, это я в темпе загнал, да? Ну, как RuboCop. RuboCop. Она проверяет ваш стиль на качество, ваш стиль в Рубе на какой-то, короче, какие-то стайл-гайды и прочее. Сейчас он поставит вам ген, вы так и ставите ген-инстал RuboCop и потом... А, это я в нормальной папке, да? Да, все хорошо. Что там у нас? 2015. Как там их зовут? Евгеншветт. Евгеншветт. Так, один. Вот. Ган. Если я правильно помню синтез, то я марка есть RuboCop и Ганрб. Я не туда поставил ее, да? РубоCop. РубоCop. Я не туда написал? Да. Рубик. Виноват. РубоCop. В третий раз. Вот. И он тебе скажет все твои ошибки технические, которые ты прям сделал. Некоторые из них реально очень тупые. Вот это вот вообще какая-то херня. Missing top level class documentation comment. Ну ладно. Ну, missing и missing, да? Вот. Но, в принципе, большинство из них лучше прислушиваются. Допустим, ну, видишь, здесь, короче, какая-то фигня явно с запятой, мне кажется. Вот. Здесь какие-то вот штуки, типа, пробел не сделал. Да? Здесь вот тоже забыл пробел. Ну, вот здесь вот если открываешь код, прям, забыл пробел. Вот. Мы сейчас будем делать, значит, прямо сейчас, когда я с вами на лекции сижу, мы делаем на что-нибудь утилиту, которую, когда ты закидываешь pull request, тебе сразу будет проверять их и в комментариях оставлять, типа, говно-говно-говно. Я даже придумал, как оно будет делать, если тут будет у меня слайдик. А, да. Ну, мы предлагаем, что это будет что-нибудь типа вот так. Ну, типа, ты оставил, и оно будет тебе говорить, типа, вот, какую-нибудь какашку добавлять или что-нибудь такое. Ну, мы решили сделать такую штуку, потому что в современном мире, конечно, это есть. Эта штука называется Code Climate. Вот. Она прямо, ну, она статический анализ для Ruby, для покупателей всякой херни. Прикольно, заметьте, для Ruby, запятая, JS, запятая, PHP. Ну, мне нравится, что Ruby 1 просто. Вот, но, но, после, когда ты смотришь, когда ты смотришь на их цены, думаешь, йоу, тише, 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 тише. То есть, я не готов платить 99 долларов в месяц, за то, чтобы до пяти, пятирых пользователей у меня что-то там, ну, он тут много еще делает, на самом деле, он всякие приколы делает, но, чуваки, 100 баксов в месяц, вы серьезно? Страивать. Сделаем вам, подключим, будем юзать. Хорошо, продолжим. Класс, на самом деле, очень правильная идея, кроме одного. Я бы сказал, что, в принципе, класс в твоем понимании, который ты сейчас, ну, вложил понимание здесь класса, ну, почему здесь вот есть большая проблема, да? Ты в вечном цикле выделяешь объекты, да, выжаляешь объекты, выделяешь метод. Ты понимаешь, в чем проблема? То есть, ты в вечном цикле выделяешь объекты, что ты делаешь, выделяешь объекты, что ты делаешь. Объектов, количество в этом мире кратное, краткое, конечное, вот. Они разный репост закончатся, ну, в смысле, оперативка закончится, разный репост. Вот. Ну, конечно, скорее всего, там, где-то, гарбош-калетры будет пытаться по их сети справляться с этой фигней, но, он явно проиграет. Это все-таки не Java, не забывай. Вот. Поэтому я сказал, что, в принципе, то, что я от тебя ожидал бы, сказал, ну, в целом, это просто было бы реально gun, gun, там, какой-нибудь gun, не знаю, animate. Ну, типа такого. И вот этот animate уже можно было спокойно засовывать куда-нибудь внутрь, не знаю, как-нибудь так. Давай посмотрим на твой протез. Протез здесь это очень прикольно получился, потому что здесь, ну, прям, когда вот открываешь, прям видно, что вот, ну, зашибись, да, то есть, в принципе, не очень понятно, что происходит до конца. Gunwriter, Adweek, Adcore Stage 1. Наверное, если посидеть минут 3-4, то я бы, наверное, сразу понял, что это делает. Вот. Ну, это прям, прям за счет. Что мне не понравилось, то, что у тебя вот есть такая штука, которая вот выглядит вот так, и что-то там пуц. Там что-то пуц, там что-то пуц, и потом там что-то... То есть, типа, у тебя есть штука, которая еще раз что-то делает. Ну, для меня, как бы, это выглядел, скорее, как какой-то повторяющийся код, который ты просто, ну, повторял постоянно. Для меня одного нет. Ну, то есть, ты именовал, потом clean, то есть, я бы, как-то это пытался вынести, сделал бы что-нибудь, типа, не знаю, clean, and print, там, не знаю, guns. Ну, как-нибудь вот так. Ну, что-нибудь, почему бы нет. Ну, извиняюсь, это я метод вызывал так. То есть, если кто-нибудь не знает, у Ruby есть такой принцип, он называется dry. Причем, очень прикольно, что на Википедии по слову dry находится у меня вначале don't repeat yourself, это принцип, потом это, ну, как dry, как сухой на английском языке. Еще Google знает, что я программист. Вот. Принцип, кстати, не повторяя себя, ну, столько, сколько это возможно. Это один из принципов, полагающих, что-то там. Он придумывал это там всякими бездельниками. Тут я вам написал. Вот. А есть второй еще принцип, называется kiss. Знаете? Kiss это, ну, первое, да, kiss это какая-то клевая группа. Меня все время, когда говорят про kiss, я такой, о, хорош, да, клевый принцип. Ну, вот. Но он говорит, keep it simple stupid. То есть, держи это все очень простым способом, то есть, чтобы это прям читалось до тупых. Ну, как будто, как эта штука называется? Пиши так вот, что, как будто, если, что завтра твой код будет читать маньяк, который знает твой домашний адрес. Ну, что-то такое. То же самое. Вот. Причем, 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 причем. А, тут есть некоторые такие интересные штуки, которые вот там 1.3, 60.110. Я допускаю, что вот это, возможно, ок, но 5.52, тут, скорее всего, ошибка, это должна 5.53. Ну, гарантирую, 5.53 работает лучше. Вот. Нет, самая троллинг, такая штука программирует называется Magic Numbers. Magic Numbers. Прям принцип, который говорит, что в принципе в твоем коде не должно быть различных магических констант, которые вот, типа, from1 to52. Ну, хрен пойми, что значит 52. Вообще непонятно. Вот, если бы здесь было не 5.52, а было что-нибудь, типа, ну, допустим, Max Core Stage to Length Length Оно бы стало немножко понятнее. Оно все еще было бы 52, вот, но это было бы уже не 52, а ты бы такой, о, тогда понятно, типа, там, ну, там было бы еще не 5, а min там, ну, не знаю. Я не очень разбирался во всем коде, поэтому, вот. Ну, тем не менее, могу его комментировать. Не читал, но одобряю. Я записываю видео, да. Я записываю видео. Ну, да. Отлично. Ну, с wait'ом я, скорее всего, фиг с ним, там, трудно писать, там, wait, что-то там, но вот эти вот 4 плюсики, это все вот так вот. Вот, в принципе, этот счет очень прикольно, довольно читабельный. Мне нравится. Все, я устал, давайте следующий. Следующий свистник. Минчук. Минчук, отлично. Сейчас найдем тебя. Минчук Сергей. Этот тверд таск. Крутяк. Ну да, я понял. Посмотрим? Да. Ну, давай. Ты играл в Dota? А? Дота играл, конечно? К сожалению, да. Ну, я вышел из Dota, когда там была какая-то 6.13, ну, когда еще была Dota первая. Да. Я тогда играл, у меня были длинные волосы, я смотрел аниме, играл в Dota. У нас уже такая штука есть. Вот, но счастье, мое детство прошло и кончилось. Так. Сейчас мы посмотрим. А там есть какие-нибудь внешние зависимости, типа курсы, что-нибудь такое? Ну, каким-нибудь гемы не ставил, случайно? Да, так. Слава нет. Ну, еще около тоже ставил. Ну, посмотрим. Это, конечно, очень наивно надеется, что у меня этот гем стоит, потому что ты когда-нибудь видел список моих Ruby всех? версий. Вот, а еще есть всякая версия Ruby, тут еще есть версии мои всех разных геймсетов. Там, ну, тут немного, почему-то три. Короче, возможно, у меня такой нету. Ну, ладно, посмотрим. Ruby OpenRB. Па-бам! Вот, смотрите. Это то, что я сегодня хотел вам показать, но, в принципе, как раз мы от того, как будем смотреть твой код, перейдем к этому. Действительно, часто, когда вы пишете различные ваши прикладные программы или решения, вы используете различные внешние какие-то библиотеки. Ну, гемы, да? И, понятно, вы их там подключаете, все классно. Но потом люди хотят ваш проект поднять, а, ну, не знаю, гем уже удалили. Ладно, это самое херово, слушайте, гем удалили. Вот, вам нужна какая-то новая версия этой библиотеки. Ну, классическая задача, когда у вас есть, не знаю, библиотека кауэра, да? Но, сейчас я вот поставил версию 1.2, но потом они выкинут версию 2.0, где у них будет совсем все по-другому. Ну, просто вообще все по-другому. Вот прям сегодня сталкивался с примером, что вот есть такой в SSDK Ruby, вот, это, ну, оберка для амазоновских разных сервисов. У них вот версия 1.0 и 2.0, у них там есть много-много разных версий, у них вот версия там 1.64 и 2.0.40, они просто вообще разные, то есть там разные классы, методы и все-все-все. Вот, и проблема в том, что когда ты там через какое-то время пытаешь запустить свой код таким образом, у тебя возникнет, конечно, ошибка. Как такие штуки решаются в современном мире? Обычно у вас есть какая-то система контроля ваших dependency. Воу-воу-воу, что-то у меня здесь много всего. Сейчас, секунду. Вот. Dependency. В частности, за dependency, за разруливание dependency в нашем мире отвечает гембандер. Вы можете зайти посмотреть на него, он такой, он все время напоминает туалетную бумагу почему-то, все это крепкие лента. Вот. Он предлагает вам создавать такие интересные файлы под названием гемфайл, в которых вы указываете ваши геммы и салф, куда вы их берете, ну, то есть, источник, какого сайта вы их берете. Таким образом, если бы ты сейчас вот зашел в свой менчук и, казалось бы, у меня здесь гемфайл есть. А, даже есть интереснее можно решение. Ну, я же сказал, что все рубисты ленивые, да? Вот. Менчук. Банду. Отлично. Можно добавлять гемфайл руками, можно писать bundle init. Bundle init команда она создает вам простой гемфайл, прямо уже со структуры, которая вам нужна. Эй, чувак, что такое? Менчук. Вот он. Ну, что как бы руками создавать, что три срочки написать, я не вижу разницы. Вот. Но ты здесь напишешь гемкауэр и ты можешь указывать интересные разные. Там есть интерес единственное указание версии. Допустим, я хочу версию 1.1 или я хочу версию больше чем 1 или больше равно чем 1 или там есть такой оператор называется сперми оператор потому что похож на пермотозоид. Вот. Я потом без них он работает. В общем, здесь можно указывать разночные версии, причем можно указывать очень поинтересно, можно указывать, что я хочу больше чем 1.1 но меньше чем меньше чем 2.0 или там какой-нибудь 2.1.3 вообще какая-то безумие. Зачем тебе так понадобилось? Ну, нужна такая есть. После чего если этот файлик есть у тебя в твоем репозитории или в чем-то там люди понимают, что окей, ага, у тебя есть... А, ну, я забыл отказать, да? После того, как вы сделали какой-то ваш файлик и что-то там написали, у него можно писать команду bundle.stall или просто bundles, как я помню. Она пойдет на GitHub, на RubyGames и разрулит все ваши зависимости, посмотрит всякие штуки. Вот. Упс. И создается второй файлик вот... Да что ж такое-то? Сейчас я помню, ребят. Создается на такой файлик название... Ну... Ай, ладно. Gamefile... Боже, отберите меня, я пьян. Вот. Сейчас такой второй файлик названием GamefileLob. Это файлик, который будет указано, что вот вы типа ваши библиотеки поставили, использовали, и здесь ваша версия вашего гема 1.2. Ну, это всякие dependency, платформа, которая у вас есть. Почему есть такая штука очень интересная? Потому что часто у вас возникает супер простая ситуация, библиотека A зависит от библиотеки B, библиотека C зависит от библиотеки B. Вам нужно AC, но первая зависит от версии 1, а вторая 2. Вот. И вы пытаетесь их обеставить, у вас вообще все по-попер, потому что вы стереотически не должны поставить вместе, потому что у вас очень сильный конфликт в библиотеках. Потому что первая зависит от библиотеки B первой версии, а вторая B второй версии, а у них целый раз. Поэтому Bundler как раз является решением для того, чтобы все разруливалось. Если кто писал на Java, у вас есть Mabin. Если кто писал на C-Sharp, у вас есть Nouget. У питончиков есть PIP, наверное, да? PIP? Питончиков PIP? Наверное, PIP. Я точно знаю PIP, но, по-моему, может быть, там что-то еще есть. У JavaScript есть, у фронтенчиков есть NPM. Вот это вот Bundler, я сказал, аналоги этого утилита. Поэтому если ты знаешь какие-то грязи в своих решениях, просто не потрудись сделать гемфайл, гемфайлок, и все это прямо закоммейте в свой репозиторий. Таким образом... Нет, ну понятно, что PIP может быть заниматься тем и другим. То есть PIP, может быть, для PIP есть по-моему, там, Python файл, или там что-нибудь PIP файл, который... Я никогда не знаю. Я не уверен. Ну, все очень просто. PIP version... О, питон, грубо. PITON dependency management. Run, run... Наверное, PIP. Вот, забейте. Я голосую за PIP. Окей. Ууу! Сейчас. Давайте смотреть на... А, ну да, сейчас посмотрим картинку, что самое интересное. Один таск. Что у нас там? Ruby, OpenRB. Та-да-та-да! Я понял. Да, это вот интересная проблема, которую надо решать. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А почему два? Ну ладно. Сейчас вторая. Да. Окей. Кстати... Ладно, забейте. Давайте смотреть код. Я просто интересную штуку вспомнил. Есть такая классная серия, называется Monodraw. Здесь можно Здесь можно создавать разные документики И там, короче, можно всякие Тексты фигачить Типа Я люблю псу Дам А потом выбирать Разные прикольные шрифты Там ДИЖИТАЛ Сейчас Там, по-моему, фон сайт Можно видеть фон сайт Сейчас Ну, какие-то такие адские вещи прикольные Ну, вы понимаете, что это потом можно Вот такой вот Ну, просто прикольно, что потом это можно копировать И поставлять где-нибудь вконтакте на стенку Что-нибудь такое, если у вас позволяет Ваша штука, то есть тут прямо здесь можно Экспорт В текст И потом так раз Типа, оп И можно куда-нибудь пойти, незнакомились Гитхаб Можете оставить комментарий у себя так Ну-ка, вот видите, он не влез Ну, расхерачился Ну, надо поменьше Надо, короче, играть с размером Может быть, надо было писать вот так Че, замутим Ну, поставьте, ребята, к чему идут Они идут к тому, чтобы делать так же картинки То есть, чтобы можно было дропить какую-нибудь картинку И они перевозят ее в ASCII ART И тогда можно спокойно, типа, оставлять в комментариях на гите картинки Типа, что у тебя есть какой-нибудь гид комит И ты туда Ну, почти Ну, уже лучше, да Уже не ты прав Еще немножечко и вообще будет идеально Ладно Постать херней Сейчас я пытаюсь Думаю, с чего начать Самый жесткий комментарий Подожди Ладно, хорошо, смотри Я такую ошибку увидел многих людей Соответственно, я ее прокомментирую SystemClear Кто-то ведь мне скажет, почему SystemClear плохая команда Потому что она в разных системах будет работать Защитная в разных системах будет работать с hero А что делать с SystemClear, понимаете? Ну, нет Глубже Глубже Представь себя компилятором А, интерпретатором, извиняюсь Все очень гораздо интереснее System Команда System Вообще в Ruby есть три способа такую штуку сделать В Ruby всего есть три способа ERB Команда System Она вызывает ваш shell С тем, чем вы ей передадите Если вы говорите SystemClear То он вызывает команду Clear Но если вы напишите SystemGitInit Он вам Ну, даже так Git Help Вот Он, грубо говоря, вызывает ваш shell Ваше окружение И передает туда управление И прямо то, что вы ему передали в System Пишет прямо туда А? Все что угодно Все, что вы можете писать здесь в баше У себя То есть, если ты напишешь здесь System Нет, это все херня За качество, ладно Ping888 То он Он тебе пинги будет писать Вот При этом Мотайте на ус Есть еще такая же команда С Backtick'ом Она так и называется Backtick То же самое делает Только По-моему, там что-то Какие-то разницы с этим С Output'ами То есть, эта штука тоже работает Ну, это вот оно сделает Просто оно сделает тихо Это Она SystemDout не возит О боже Есть третий звук Она сделается System Я не помню В общем, есть три способа Это сделать Но проблема заключается Очень более интересна В моменте То, что System Если копаться Немножко Глубже Она Полностью форкает Ваш рабочий процесс И вызывает Эту команду Ну, в работе В контексте Child Process Вот Таким образом Каждый раз Когда вы вызываете System Вот у себя Здесь В каком-нибудь На аэроцикле Я подозреваю Вы каждый раз Даете процесс Выполняете его И так далее Создание процессов Если вы знаете Очень затратная Операция И работает Не очень быстро Поэтому System Не советую Вам использовать Самый правильный Поход, который есть Это тот самый Пуц С такой непонятной Херней Ну, вот вы видели, да? Женя Я до сих пор понимаю Как это работает Честно говоря Почему Пуц Такая херня Сделает Clear Screen Я пытался Как-то разобраться В итоге я забил Ну Вот это вот Вот Но она работает Да, конечно Вот Это понятно Окей Смотри Что здесь пытался Ты сделать? Считать С каждого пайлика И забить массив массивов Да? Смотри В принципе Где там я уже был? IRB Что-то Орб Больше Что-то IRB Сейчас я проверю Одну штуку Если получится быстро Вот так вот В Рубе Короче Можно считать Все файлики Код из виктории Вот То есть Команда Зира В квадратном скобочке Туда передается Какая-то Штука Ну вот это вот Центрарно-линцовая херня Вот Ты можешь спокойно Считать В этом При этом Если ты хотел Делать их как-то Ну Заметьте Очень интересная особенность Да? Когда Руби пытается Срывать Вот такому Нормальному Ну Нормальному Ноль Один Потом Один Ноль Там Двое И так далее То есть Тебе нужно было Или назвать их Ноль 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 Один Ноль Два Ноль Три Чтобы Нормально Срывал Или Сделать Просто Сделать Sort By Как я помню File File Er Что там Сделать Такое Интересное Как-нибудь Нам надо Выбрать Все Винды Точки А Все Прочь Gsab Txt Tui Да Туплю Во Грубо говоря Это мог После взять И посортировать По Полному Критерию Ну Здесь В частности Мы Убирали У этого Txt И После Сделали Tui Тогда Прям Красиво Сортировалось Потом Ну Опять же Тогда Тебе Абсолютно Необходимость Знать Какое Количество У тебя Файлов Падает Потому Что Ты Взял Считал Все И Все Свервал Просто Преторировался Да Вот Align C Это Что Align C Это Что Я Посмотрю Сейчас Секунду Файл Read Do Do Split Slash End Короче Вот этот Клад записывается Ладно Я так понимаю Что Вот Эта Штука Каким-то Магическим Интересным Образом File Number File Number А где Эта Штука File Number А где Он Есть А Минус Один А Это Остаток Озерение Да Окей Я понял Макс Макс Вот Ну Если Мы Сейчас Сделаем Такую Интересную Стуку Есть Можно Сделать Map Упс Ну Это Мы Сделали Массив Другой Массив Да Вот Также Можно Сделать Что Типа Аля Max Buy Макс Ну То есть Можно Сделать Команду Типа Посортируй Мне Все И Сделай Ну А может Я с ней прав Секунду А нет Все Разные Штуки Я понимаю Ну Короче Почти Почти Есть второй Способ Интересный Он Называется Max Buy Max Buy Принимает Себя Один Аргумент Из Массива И Просто Вот Так Вот А если Ты вообще Загнался Да Упс Вот А если Вообще Загнался То можно Узнать Что Короче В ленивом Мире Руби Есть Такая Операция Вот Которая Каждому Твоему Этому Ну То есть Такая Такая Запись Она Немножко Магическая Но тем Не менее Она Берет Каждый Элемент Массива И вызывает У него Этот Вот Этот Метод Через Сент Узнаете Вот Таким образом Эту штуку Можно писать Немножко Короче Ну И там Делать Новый Ленд То Что Тебе Нужно Тут Какая-то Магия Тут Что-то Звездочки Печатаются О Кстати Да Хорошая Тема Консоль Ленд 120 А Почему 120 Правильно В принципе Для первого Веса Достаточно Там Написать Что У меня 120 И Диана Лесом Больше Не буду Вот Но Если так Дальше Загоняться То Лучше Всего Попытаться Успользовать Библиотеку Наверное Курсы Один Что Что Я Помню Сейчас Которые Добавили Ширину Твоего Терминала Таких Есть Большое Количество Ты Мог Делать Прикольнее Не Нужно У тебя Была Дота Дота Всегда Пработала У всех Прикольно Может Всем Показать Вот Тут Что Не То Тут Прям Не То Это Вот Прям Форматирование Видишь Серьезно Серьезно Но Он Причерпнул Только Другому Пейти Да Спортим Ну Прикольно Вот Он Вообще Какой-то Странный Пацан Он Можно Не Не Подожди Он Он Казал Себе Что Типа Use To Spaces По Диктейшн Используй Два Пробела Не Ноль Посмотрите Сколько У меня Пробел Два А где-то он Говорит Тебе 24 Три Так Подожди Он Тут Говорит Так Подожди Он Тебе Сказал Используй Здесь Два Пробела Не Ноль Два Четвертая Строка Третий Третий Символ Не Подожди Третий Раз Два Три Два Четвертая Строка Третий Символ Используй Два Пробела Не Ноль Используй Здесь Ноль Пробела То есть Да Ты их Используешь Два Но ты На самом деле Должен Использовать Еще Два То есть Он Не Агрессивный Ты просто Его Ну Робокоп Он робот То есть Он не говорит Человеческим Музыком Он Начинается Понимать Но Он Довольно Умный Чувак Да Как бы Хорошо Тут Есть Какие-то Интересные Штуки Например If Не Стандартная Ошибка Новичка Вот Это Пишешь Где-то If Не Может Он Из-за тебя Еще Дымашку Сделал Нет Смотри Я Хочу Немножко Другое Внем Лети Трепещите У вас Есть Какая-то Штука Обычно If Не Но Вот Просто Смотри Магию Убирай Мне Берем Эту Штуку Переносим Сюда Берем Эту Штуку Переносим Сюда Что происходит Ничего Только Твой мозг Когда читает Строку Тебе не надо Думать А Это Если Не Нил Тогда Это Вот Сюда Вот Просто Когда У тебя Есть Отрицательная Логика Это Всегда Трудно Особенно Когда У тебя Что-нибудь Ибо Там If Не Что Небудь Потом Там And Что Небудь А Потом Или Еще Не Б И Такой О Чуваки Тише Тише Вот Поэтому Очень Такой Интересный Подход Трифакторинга Если Отрицательная Штука Ты Можешь Просто Победусь Вот Притом Еще Более Интересная Штука Есть Я Не знаю Что-то У тебя Потом Продолжается А Смотри Вот Вот Эта Штука У тебя В цикле Фигачит Да Эта Штука Там Цикли Фигачит Дальше То есть Тут Можно Сделать Еще Интересную Штуку Убираем Else В принципе Пишем Такую Интересную Штуку Next Когда Твой Кост Еще Более Линейный Ты Говоришь Окей Если У меня Линия Пустая То Вывести Пустой Символ Перейти К Следующей Итерации Дальше Что-то Там Понимаешь Таким Обзом То есть Ты Не Пытаешься Делать Два Вложенных Ифа А Ты Просто Два Ифа Сбываешь На Один И Такой О Прикольно Клево Ну Это Погодится Вам В любом Программировании Это Будет Где Угодно Код Пишите Здесь Какая Магия Я Даже Не Берусь Судить Честно Говоря Ну Это Магия Ну Как-то Так В общем В целом Оверл Ревью Чуть-то Очень много Всего Тут Прям В одном Месте Какие-то Магии Бросать Это Функционально Багомирование С плюс Попытайся Развить Какие-то Осмысленные Именованные Методы Что-нибудь Как было В предыдущем Экзамене Что-то Допустим Вводят Что-то Еще Это Нормализация Что-то Там Будет Легче Часто 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 Читать Часто Он должен Будет Запуститься Вот Ну клево Дота Это Хорошо Но Не Употребляй Потом Проблемы С девушками Начинаются Ладно Окей Третий Суицидник Ну Это Пока Третий Суицидник Давай Отлично Есть Такое Крусяк Ого А ты Прямо Про Поиск Украл Да Допустим Тебя Сейчас Где-то Там Раз Раз Так Что У нас Сейчас Я Приготовлюсь Так Это Что У нас Лишь 15 Нестеренко Никита Используют Такие Непритики Здесь Нет И он Едет Развернуть В смысле Не Нормально Все Отлично В наличии Поищем Чего-нибудь Интересного У тебя Паровозик Это массив Массивов В принципе Ну Ок Единственное Я Может Какие-то Файлики Все Зациональное Ну Ладно Массив Массив И бог С ним Это Какая-то Штука Какой-то Слип Тайм Что Такое Трейн Ноль Ноль Еще Раз Ноль Ноль Два Раз А Что Трейн Ноль 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 Количество Раз Но Если Всего Трейн День Лучше День Супременно Я Понимаю Скорее Строки Да Все Строки Просто Одинаковые День То есть Я показал Что это Ну Там Макс Лэнгс Ну Ты почти был Прав Молодец Длина Массива Ну То есть Как бы Трейн Ноль Ноль Тяжковато Нет Хорошо Так Потом Сайз Таймс Это Какое-то Количество А что Тут происходит Может Всего Четыре Матрисы Массива Это Количество Состроения Трейн 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 Сайз Дождей Ну это же Эта штука Она потеряет Длину Строки Носле Первой Строки От Трейн Сайза До Количества Четыре То есть Это Ну просто Ладно Хорошо Я Что-то Туплю Окей Все Я понял Окей Хорошо Ну допустим Смотри Не удержался Начнем писать Плюс Плюс Ну где-то Писал на рубе Писал на рубе Психонул Писать Плюс Плюс Ну или там На жава в скрипте Чем пишешь На чем пишешь Признавайся На питание Нет На питание Так не пишет Подожди Ну где-то Короче Где-то Чет не удержался В общем Да Робокоп У тебя в этом Помог бы Про системы Уже говорили По скриптам Константный Молодец Про какие-то Тут мапы Страшные Мапы Мапы Ну Специфика Наверное Того Что А почему Тут есть Трейн Тмп Трейн А потом Тмп Трейн Мап Окей Тут Короче Мой мост Трешко Зрывается Потому что Мне сейчас Надо придумать Это в рамках Массивов Массивов Это сейчас Очень тяжело Особенно Восемь вечер Пятницы Вот Поэтому Тут Я Просто Не посоветую Ничего Кроме Как Ну Массив Массив Тяжело Ну В принципе Все знают Что делать Мап Восстательный Знак Чем отличаются Методы Восстательного Знака От Неосстательного Знака Кто-нибудь Знает Кто-нибудь Не знает Окей Много Все очень просто Смотрите Когда у вас Есть Какой-то Массив Вот То Когда вы Делаете В нем Какой-то Там Ну Что угодно Вы говорите Там Новый Массив И Тогда Ваш Оригинальный Массив Не Изменился Но Когда у вас Есть Армап Восстательным Знакам Вот Ваш Оригинальный Массив Меняется Он Вам Не Встает Новый Массив А он Берет И Переписывает Существующий Массив То есть Работает С текущим Сами Понимаете Первое Это Вот Память Жрет Это Короче Не Жрет Но С другой С Аккуратно Вот Ну Еще Есть С Спасительным Знаком Это Вот Вы Видели Это Нил Нил Всегда Возвращает Трули Фолс То Что В конце Вы Спасительный Знак Вот Еще Интересную Особенность Отмечу Что Я заметил Здесь Есть Такая Штука Endof File No New Line Вы Многие Все Видите Скорее Это Значит Что У вас Неправильно Настроен Ваш Редактор Кода Что Угодно Почему Это Херня Плохо Ну Почему Так Ругается Гид Очень Интересная Штука Я Долго Время Думал Что За Фигня Дело В том Что Гид Он Думает Строчками Для Него Строчка Это Штука Заканчивается На Слэш Н Правильно Таким Образом Когда Ваш Файл Файл Могут Заканчиваться Могут Не Заканчиваться На Слэш Н На Перевод Каретки Они Могут Кончиваться На Символ Конца Файла Какой он Называется 10 13 Ну Что Это Такое Вот Но Таким Образом Гид Не Понимает Что Эта Строчка Она Типа Ну Строчка Он Знает Если Символ Перевода Каретки Символ Конца Файла Он Понимал Что Га Эта Строчка Я должен С ней Работать Когда Нет Символ Конца Файла Символ Каретки Конца Файла Он Может Не Понимать Что В ней Срочки Были Изменения Он Зафигачит Поэтому Честно Мне кажется Это было Давно И Наверное Современный Гид Уже Понимает Что Это Файл Такое Но Хорошая Тенденция Настроить Ваш Саблайн Руби Майн Еще Небудь В конце Каждого Файла Ставил Вам Перевод Каретки Не Забывайте Мне Кажется Даже Какой Небудь Рубаков Может Вам Об Сказать Что Мне Тут Еще Не Очень Нравится Точнее Смущает То Что Тут Как То Раз И Два И Метка Они Почти Одинаковые Не Совсем Зачачайся Сначала Добавляет Пробелы А Второй Цикл Даляет 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 Пробелы Потом Добавляет А То есть Ты Берешь Эти Все Штуки Я Понял Я Понял И Ты У Тебя Есть Темп Трендит Тренд Там А Ты С Ним Работ Нет Ты С Ним Тренд Все Я Понял Я Понял В чем Идея Окей Прикольно Единственное Что В принципе Тогда Я Наверное Всю Итерацию Твоим Строчкам Тоже Можно Вынести Отдельно То Берешь Каждую Строку Каждую Строку Каждую Симбу В строке Что Таким Обзор Ты Мог Что Такой Офигачить То Итерации Как-то Их Можно Мне Кажется Упразднить Вот А Юра Вам Сказал Про блоки Про лямда Наверное В прошлый раз Ну Здесь Как-то Можно Было Что-то Такое Сделать Можно Был Написать Что-нибудь Типа Итерейт И Что Угодно Что Угодно Что Угодно Вот И Хотя Было Здесь Какой-то Ижи Ну И Там Уже Делал Своё Хитрое Дело Вот И Этот Можно Было Прикольно Имплементировать Через А Даже Ничего Это Можно Ну Я Так Накидываю Короче Накидываю На Вентилятор Ну Типа Вот Так Вот И И И И И Ну Как-то Пофицироваться О том Что Таким образом Он Принимал У себя Блок И давал Управление В этот Блок Что-то Здесь Итерировалось И так Далее Единственное Что-то Какая-то Одна Штука Тут Какая-то Вторая Штука Это Тоже Навер Думалось Как-то Логеретнически Это Избравить Ну Вот Как-то Так В принципе Ок Прикольно Хорошо Я предлагаю Немножко Пять минут Перекурить И Я вам Скажу Немножко Про Что Такое Гемы Всю Правду О них И Мы Пытаемся Какую-нибудь Маленькую Селит Написать Интересную Окей Пять минут Перекур Пять минут Пять минут Пять минут Пять минут Пять минут Суперпоуэр Пять минут Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, начнем? Клево. Смотрите, вся правда о гемах. Эксперимент может не получиться, потому что я это делал один раз очень давно интуитивно. Да, тем не менее. Знаете, чем самая большая проблема гемов, в отличие от каких-нибудь там... Не знаю, в питоне что используется, наверное, эта штука? Ну, допустим, в моббинге каких-нибудь там... В жабе в моббинге пакетов, чем-то такое. Проблема в том, что гемы сами себе представляют какие-то такие кусочки кода, которые очень сильно сжатые, запакованные. И просто там могут ставиться и успаковываться вам в код. То есть, грубо говоря, это просто код, который написан там, у вас это интерпретируется и выполняется. При этом самое, за что все ругают там Ruby и так далее, то что сам процесс установки гемов, он типа не очень сильно безопасен. Почему? Потому что когда вы говорите, гем он стал, а... Что происходит на самом деле? Он идет HTTP-запросов на сайт RubyGems и тупо скачивает вам файлик. При этом никакое там подписывание этого файлика не происходит. Вот. Ну, тупо говоря, была очень интересная история, когда... Может, кто-нибудь знает Хироку. Вот. Хироку, Хироку, Хироку. Открывайся. Ну, Хироку — это такое классическое пас-решение, где вы... Мы будем его проходить дальше, вы будете учить, как с ним работать. Вот. Ну, грубо говоря, такой... Отпочите к этому такому большому хостингу для сайта. Очень простому большому хостингу, грубо говоря. Вот. И... Была интересная история о том, что какие-то чуваки, они взяли какой-то гем, который используется на Хироку. Вот. И... Он был скомплементирован. Они написали какой-то код, который, типа, там, такая, одна строча кода, который делал какой-то бэкдот. Вот. Ну, в связи с такой, это Хироку начал какие-то гемы ставить, обновляться. Чувакам, не знаю, пришла смс, говорит, типа, ага, попался. Вот. И они смогли зайти по СССР на Хироку, сломать контейнер, которым все крутили с этих проекта, и, там, доступиться до всей их, там, инфраструктуры и все такое. Просто потому, что гем, который они ставили, был скомплементирован. Вот. Ну, вот в этом вся проблема. Проблема в том, что все гемы не очень защищены. Есть уже небольшие подвижки в том, чтобы использовать GPG-соединение, GPG-сошупрование. Но там все очень сложно. Там все эти публичные ключи, приватные, там, ваа. Вот. Короче, пока всем покер. Вот. Эта проблема есть в многих технологиях. Такая же проблема есть в JavaScript. Ну, в фронтендов. У них там NPM такой же, еще больше страшный. По-моему, там такая же проблема в Go. Короче, по-моему, всем просто пофиг. Но имейте в виду, что гемы — это такая, типа, не очень безопасная штука. Вот. Если мы найдем какой-нибудь RubyGames, найдем какой-нибудь гем А, то здесь можно его скачать прям. Давайте прямо скачаем какую-нибудь папочку, типа... Куда скачаем? В десктоп. Вот. И вот он прям скачался, наверное, промом. 5 мегабайт. Что-нибудь тут запихнули? В хрене или просто? Мне кажется, студенты тренировались вам, не кажется? Мне кажется, так... О, что-то нормальное пошло. А9, А9... А-а-а, ужасно. А что с гем АА? Сколько весит гем АА, интересно? О, а 9... А гем А9? Ну, просто, как я, наверное, на лекции студентам. О, мне гем АА нравится больше, он весит 3 килобайта. Все. Отменно. Вот. У нас есть гем АА, и если мы, типа, скачали, ну, как бы с ним особо ничего не поделаешь. Ну, его не откроешь. И даже если зайдете вы... Зайдете в папочку и попытаетесь его открыть, ну, как-то не очень понятно, что. Но тут так можно так и встретить, заметить, ага, дата TAR-гз. Значит, скорее всего, этот файлик за TAR. Ты понимаешь, что такое делает TAR? Практически, но не совсем. TAR более прикольная усилита, она, действительно, делает архив. Она делает из какого-то количества файлов с папками такой большой, длинный файл. Почему? Казалось очень прикольно. Ну, у вас есть усилита какой-нибудь GZIP, например, GANZIP, да? Вот. Которая умеет файлики сжимать. Но проблема в том, что это вот вы себе на винде привыкнете, что у вас есть папочка, и вы, там, типа, ее там открываете, папочка может сжиматься. Вот. На самом деле, папочки в хера неэффективно сжимаются. Ну, значит, папочка. Вот. Поэтому реально то, что ваш винраж делают, и все делают какие-то там усилиты для архивирования файлов, они делают из этих файлов такой один большой длинный файл с какими-то разделителями. Вот. А потом его уже как-то сжимают. Потому что в одном большом длинный файле сходить, у нас есть очень большое количество повторений, которые можно как-то вынести и как-то использовать дальше для сжатия и так далее. Вот. Как раз вот у тебя TAR, она делает такой вот большой TAR из файлика. Вот. И если я... Ну, есть такая даже штука XSCD, она называется? XSCD. Так. Есть такой классный комикс. из XSCD, sorry. Про TAR. То, что... У-у-у-у-у. Может, я, наверное, быстро его не найду. А, блин. Вот так комиксы не ищутся. Неинтересно. Ну, потому что, короче, если вы посчитаете мануал для TAR, вот, там просто какой-то чертопад. Там какие-то опции, там... Блин, здесь опции. Такое, вообще, огромное количество этих разных опций. Они так много. Но они очень такие непонятные все. Вот. Если я правильно помню, мне нужна опция XF. XF. Это чисто OPS, я не там. Где там? TAR. X, F, A, A. Вот, отлично. И, ну, видите, он, типа, не поругался, а он даже выполнил свою команду, что очень клево. И мы можем увидеть, что у меня появились такие два интересных файлика по названиям DataTar.gz и MetadataTar.gz. Вот. Tar.gz Это файли, которые вот затарены и загозиплен. Если мы сейчас сделаем команду tar.xzf Вот. Ну, да. Наверное, мне кажется, что вот, когда через два когда ты пользуешься Linux, ты помнишь все тары наизусть просто. Вот. Мы видим, что он нам растаривал эту папочку, разгрузипил, а у нас появилась такая папочка Data. А, нет, появилась папочка Lib. Ладно, я понял свою ошибку, она была делать в отдельной папке. Нехера непонятно. Какие-то песенки, планировка на 22 августа. Давайте все это перенесем. Эксперимент номер два. А. CD. Еще раз. Tar. X, F. GEM. Привез две штуки с гемом. Tar. X, F. Data. Tar.gz Вот. У вас появляются папочки. Вот. В частности, у вас появляются какие-то спеки, отмышленные тесты. Я не знаю, зачем в геме тесты. Это какие-то очень неправильные чуваки. И папочки с кодом. Вот. Все. Тупо все. Также у вас есть файлик файлик Metadata.gz который, если вы расшифруете минус D. Вот. Он у вас будет вот такой. Тут разные методаты для баннера, насколько я понимаю, для чего-то такого, где всякие там метаданные, авторы, там, всякие штуки. Это используется для всяких там разруливаний зависимости и прочее, 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 прочее. Какие-то реально прям дампнутые классы, если я бы сказал даже так. Как-то так. То есть, если вы просто берете ваш любой гем, вот, зайти на коем-нибудь, не знаю, куда мы сейчас зайдем. rubis 2.2.1 lib ruby games games о, дошел. И берете любой гем, который вам здесь прикольнулся, например, там, какой-нибудь, а, то в принципе он с собой представляет какого-то трудов, наверное. Эти гемочки странные, они ничего с собой не представляют. Вот. Ну, ладно. Я просто надо найти кумин из гем. Это тупо такой файлик старинный, в котором есть два файлика в одном код, а в другом это данные. Все. Вот, ничего больше по гемамам знать не надо и ничего интересного в них больше нет. А кто знает, почему почему очень плохо ставить гемы из гитхаба? Ну, ярко-то. Ну, вы знаете, что можно ставить гемы из гитхаба. Почему? Кто мне скажет, почему плохо? Ну, теории. Давайте. Почему, почему услышите ваше мнение? Мнение эксперта. Нет? Ладно. Я открою ему тайну. Он весит дохерища. Дело в том, что когда вы ставите гем с гитхаба или гем с какого-то гид системы, он качает, ну, то, что он делает, он делает планирование вашего репозитория. Дело в том, что в вашем репозитории хранится вся история изменений этого, как бы, ну, репозитория. Вот. Таким образом, если вот возьмешь какой-нибудь, ну, вот взять простой, какой-нибудь, простой, какой-нибудь девайс. Да? Вот гем девайс. Вот мы сейчас посмотрим, сколько он весит здесь. Если мы... Чего так все сложно? Девайс. Чего, все девайсы? Серьезно? А здесь самый девайс. Девайс-девайс. Ладно, может здесь есть? Чего так все сложно? Ладно. Это плохой пример. Я хочу девайс, ребят, серьезно. Блин, да, это моя тупая привычка, извини. Сори, бывает. Да, вот, все хорошо. Вот, это гем для авторизации в рельсах. Если мы сейчас его здесь скачаем, последнюю версию, то мы получим, наверное, мегабайт 5, наверное, кода. А нет, смотри, получили, сколько там он? Скучно. Дестоп. Девайс-гем. Я не понимаю эти цифры. Стоит 6,3 килобайта, да? Вот. Но если мы возьмем репозиторий девайса, вот, и прям попробуем сейчас это скачать сюда себе, то это будет очень долго. Ну, потому что в девайсе 2929 коммитов, то есть, это каждый раз что-то изменялось, это все сейчас подхватится сюда, вот. Ну, короче, ну, да, вот тут уже полмегабайта, ну, вы поняли, да? Хотя, представьте, что если все оставилось в гитхабе, ну, вот, если у вас какой-то рабочий проект, ну, и даже какой-то полурабочий, там у вас, допустим, 150 гемов, и каждый, ну, весит 5 мегабайт с гитхаба, вы так садитесь, гигабайт выкачиваете с интернета просто, а еще там в универе с этой гемодема, вообще там пузька, вот, поэтому, ну, а потом где-нибудь сидите, говорят, чувак, твой там интернет просел, надо сначала, и ты чувствуешь, как будто, ну, в детстве надела пандемию себя так же, поэтому, для этого, в основном, придумали гемов, чтобы просто вот эту всю ситуацию как-то избежать, и с ней было интересно, ну, плюс, конечно, там, версионность вся эта херня, это понятное дело, окей, я вам еще, как мы сделали задачу решить, да, у нас осталось 30 минут, все, хорош, тише, все, сейчас я пытаюсь понять, что у меня здесь происходит, открыть, открыть, сейчас, секунду, не открыть, вим, окей, задача, которая сегодня, пытаюсь предложить, решить, довольно интересная, ну, в самом деле, нихера не интересно, но ладно, в гемфайле, в гемфайле, есть такой специальный синтез, который говорит, вот такие вот версии, да, гуру, говоря, у меня есть разные версии, и дай мне, пожалуйста, эти версии, которые мне подходят, вот, и часто не очень очевидно, какие версии он тебе даст, особенно для новичков, то есть вот, ну, кто знает, что за версии вот этот оператор делает, да хер его знает, ну, то есть какие версии гема я могу, какие он мне поставит, вот, моя сегодняшняя задача, которую я хочу сегодня попытаться с вами сделать, если успеем за 30 минут, а мы явно не успеем, вот, это сделать какой-нибудь слип, который говорит, назовем его гемфайлер, гемфайлер, название нашего гема, допустим, тот же девайс, который мы смотрели, вот, и, допустим, какой-то оператор, который говорит нам, там, больше, чем 3.1.1, вот, таким образом, что эта штука будет делать? Она будет искать все серии, все версии этого гема, на RubyGems, вот, брать их, брать наш оператор, накладывать какую-то маску и вводить вам все версии гема, подсвечивать красную все версии гема, которые подходят для вашего, под ваш кондишен. Поняли? Окей. Хорошо. Давайте теперь думать с точки зрения какого-то объекта ориентированного программирования, какие здесь есть задачи, которые могут быть решены. То есть, в принципе, когда мы пытаемся начать... О, я похожу, я что-то сегодня устал. И сюда. Катался. Вот. Когда мы пытаемся решать какую-то задачу, первое правило, которое вам рекомендую делать, это сесть и подумать, что у вас в этой системе будет работать, какие здесь есть компоненты. Кто нас скажет, какие здесь есть компоненты? Давайте. Ну, тут есть разные штуки, которые делают, да, тут это все штуки, может быть какие-то независимые компоненты, которые будут взаимодействовать друг с другом. Плюсы зависимых компонентов и можно отдельно тестировать, одни кто-то независимые и так далее. Ну, давайте. Смотрите, штука, которая ходит на RubyGames, берет себе версию файла, потом берет наш оператор, накладывает маску и выводит все. Кто-нибудь? Еще раз. Фильтр регуляркой. Почему регуляркой? Еще раз. Регулярные движения здесь не помогут, нам здесь придется писать свою логику, как эта штука к нам в версии фигачит. Пока не поможет. Ну, хорошо. Тогда давайте обобщим фильтр. Класс фильтр, который принимает, может брать какой-то, не знаю, массив версий, принимать с себя фильтры и давать массив, который тебе нужен. Фильтр. то есть, а? Ну, да, то есть, фильтр, который берет в себя все версии нашего гема, массив, да, доступных версий, берет в себя какие-то фильтры, строки, вот строку, и отдает в себя массив уже отфильтрован. Есть? Есть. Хорошо. Тут, вот в этом классе, уже что-то используется. Давайте. Думаем. Ну, то есть, у нас уже есть один компонент, это фильтр. То есть, он звучит вообще логично. Такая простая черля, которая просто берет в себя массив, фильтр, отдает обратно то, что будет витрованно. Ну, фильтр просто строк. Вот. Но, вопрос, где взять массив? Ну, откуда, может, массив всяких версий гема? Тишина. Отлично. То есть, в принципе, мы каким, у нас должен быть компонент, который впадет какую-то там магическую дыру, не знаю, что угодно, или там уже спаять, смотри, вот, и возьмет ваши, все ваши версии вашего гема, да? Как он это сделает? Нам реально пофиг, вот, потому что это дальше уже реализация, нам интересна какая-то верхняя структура, вот. То есть, у нас есть первый компонент, который входит, второй компонент, который фильтрует, нам не хватает еще одного компонента, ищет гем, это то же самое, что берет все версии гемов. Правильно, а то есть, гем-канетры вывозят, да? То есть, нам нужно просто выводить все, известно, те, которые это, выводить красненькие. три класса, по которым пишем. Наша задача поделена на три модуля, мы их можем разработать все параллельно, то есть, ну, все, будет все разное, и можем прям по-сто с этим писать. Давайте с точки зрения какого-то обучения начнем с того, чтобы начнем с того, оплатывать штуку, которая ходит и берет наши все версии, чего-то там. Смотрите, первое, что я обычно делаю, ну, я уже прям при вас, я создал папочку гем-файл, да? Ну, папочку, файл, гем-файл. Здесь, прямо так, чтобы не париться, я поставлю гем-прае. Кто знает гем-прае? Кто-нибудь? Гем-прае? Нет? Ну, ладно. Вот. Обычно в папочке добавляется папочка лип, там будет наш классик лежать. Вот, тут уже поставился наш гем-прае, остался наш гем-файл. Наша утилита называется гем-файлер, я называл там ее, гем-файлер, да? Поэтому так мы ее не назовем. То есть, наш исполнительный файл будет называться гем-файлер. Их обычно принято, упс, я папочку создал. Их обычно называют, принято уложить, класть, уложить, класть, все хорошо, спасибо. Их принято обычно класть в папочку клей. Что такое, что произошло? В папочку bin, вот. Ну, давай с тобой и положу. Гем-файлер, bin, исполняемая, что-то который будет, естественно, у нас есть heap. Какие у нас есть классы? Давайте. А? Фильтр. Ну, фильтр такая штука, которая вода очищает. Вот. Давай назовем ее что-нибудь типа гем-вершин-фильтр. Вот. Ну, просто, чтобы была. Не знаю, зачем. Ну, наверное, в рамках нашей, нашей штуки под силу бы и фильтра. Ну, то есть, вам, наша задача, нам бы вообще хватило фильтра. Отлично. Ну, как-то обычно хочется называть там или вершин-фильтр хотя бы. Вот. Окей, еще у нас, еще язык вас. У нас есть вершин-фетчер. Да? Ну, штука которая берет и фетчет все версии. вершин-фетчер. И у нас есть штука, которая называет, что нас там делают? Visualizer. Такого назовем? Класс Visualizer. Отлично. Теперь у нас есть такая наша базовая, то есть, мы определились с нашим классиком. Теперь, смотрите, у нас есть гем-файлер, да? Явно будет исполняемый, поэтому у нас, скорее всего, будет это юзер Env Ruby. Юра вам про это рассказывает. А, Reservant Env, да? Which Env? Да, не юзер Been Env. Все правильно. Вот. Давайте победим, что здесь нужно сделать. Прямо такой алгоритм накидаем. Первое, скорее всего, нам нужно как-то прямо пишем здесь на русском языке взять параметры. Правильно? То есть, вначале, когда мы запускаем программу, мы хотим взять параметры и как-то их, наверное, с ними позаимодействовать. Ну, типа, проверишь, что у нас их два, все такое, там, выкинуть ошибку, а? Вот. Потом, после того, как мы хотим взять параметры, мы хотим пойти и взять версии гема. версии гема. Версии гема. Потом, после того, как мы пойдем по версии гема в земле, мы возьмем, скажем, да, отфильтровать нужные версии. Отфильтровать версии. Вот. И, естественно, потом у нас есть уже вывести на экран все это дело. вот наш алгоритм в принципе проще некуда смотрите по поводу параметров все довольно прикольно как я могу это сделать интересно смотрите у нас есть сначала подключить всякие штуки интересно наши библиотеки подключить нам нужно присвоить туда нам нужно присвоить наши штуки права на выполнение и гемфайлер по поводу параметров которые вам передаются в консоли есть несколько вариантов мы пока будем пользоваться самый простой вот у вас есть такая штука называется argv argv это массив, который передает параметры и так далее если вы передаете что-нибудь типа что у нас там девайс больше чем 1.0 вот, то тогда у вас есть argv а, еще раз argv у нас прям, видите, два параметра девайс и версия 1.0 это хороший способ распарсять параметры но очень херовый херовый тем, что он ни хера не ну, ни хера не экстензится потому что потом вы когда-нибудь решите сделать что-нибудь типа ну, вот, вы ищете добавить опцию типа skip skip not used not matched, допустим, да ну, просто такая опция, которая говорит пожалуйста, не вводи мне экран все версии, а вводи только те, которые вот, ну, матчатся на мою регулярку сейчас по дефолту мы возим а теперь мы хотим опциональное какое-то решение и чтобы вот с этим argv как-то вам заморочиться и понять, что какая опция у вас есть какой опции у вас нету вам придется просто поместить огромную боль а потом вы еще хотите делать gamefiler help который вам говорит, какие у вас опции есть это будет такой взрыв мозга для работы с параметров уже умные люди написали огромное количество штук вот есть такая штука, называется ruby opts parser вот, она прям в коробке в Ruby прямо с этого ну, прямо в стандартной библиотеке Ruby вот, она позволяет вам пасть опции красиво там есть такой прикольный синтаксис всякие там штучки вот прямо есть огромные примеры экзампы, прямо бери бери, не хочу вот причем это не самая не самая вот такая прикольная штука есть штука называется gamecommander как помню gamecommander commander вот переехал в другое место вот, тоже выглядит еще более прикольно вот, прям берете какие-то там программнеймы объявляете, вам прям какие-то опции добавляете вот, ну и потом какие-то опции вам уже приходят ну, то есть, можно как-то штуку удвалидировать то есть, ну, тут надо писать меньше кода, чем здесь и так далее есть, по-моему, еще game называется gametor gametor по мотивам вчерашнего фильма или это не он? сейчас вспомню да вот, есть gametor а кто сходил уже на этого? на мстителей молодец, мы с тобой вдвоем неплохой фильм, кстати, советую вот, есть gametor, он тоже я тоже хочу, да он похож больше на какие-то такие другие штуки ну, в общем, реально усилит до хера просто берете, открываете три берете, где все меньше всего написано и пользуете ее вот ну, конечно, выбираете та, которая более настраиваемая там, подходит под ваши задачи но реально берете ту, где меньше всего кода для начала и пишете вот прям в нее я не буду сейчас ее использовать потому что сейчас мы потратим время на установку ее и так далее чтобы забрать синтезис там поэтому просто пока забьем вот мы заграничиваем сейчас какую-нибудь очень простую проверку что-нибудь типа if argv size меньше 2 raise argument error ну, так не знаю это будет наша проверка параметров просто такая тут, конечно, можно загнаться было сильно с ним вот потом у нас появляется что? у нас появляется name для нашего гема у нас появляется condition еще, ладно, давайте на кондишен вот можно сделать такую прикольную штуку когда ты приравниваешь массив к двум переменным то он прям может взять аккуратненько его так прям ну, это ну, может вы не знаете, конечно в рубе можно массивы приравнивать друг к другу, да? если у вас есть массив argv вот то name condition вот так вот предполагает и вот отдельно вам соберет чтобы узнать, что у вас здесь два ну, так вот прикольно можно делать окей потом если писать дальше код должно произойти следующее должно говориться у нас есть версии у нас есть какая-то штука как она там называется versionfetcher versionfetcher мы вызываем какой-то новый объект передаем ему, наверное, имя и говорим fetch вот то есть, в принципе, мы берем наш класс инстанцируем его передаем переменную into the name и потом сделаем fetch который нам вернет все версии нашего гема вот давайте писать этот класс спишем его initializer name 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 и сделаем fetch хорошо теперь вопрос в аудитории какой у нас есть вариант взять все версии гема нашего гема использовать еще раз самую середину гем то есть посмотреть гем help и посмотреть ну скорее ну если проехать скорее всего нет вот потому что гема скорее для гем предназначен для установки гема у него нет информации о том какие там версии гема есть то есть что-то типа для гемсерч ты хочешь вот гемсерч гемсерч девайс может быть найдем сейчас девайс прикольно хорошо это один способ ну как-то не то показал и как-то чем он показал скорее всего что-то совсем не то ну то есть он показал тебе текущую версию гема он показал тебе все версии гемов которые ты можешь найти но не показал тебе все версии гемов которые вам показывают последнюю окей первый вариант было отмели второй вариант курлом забирать откуда? с руби гемс окей используется API третий вариант третий вариант партий сайт на самом деле открывается страничка что-то вылали партий с ее прям так это разные вещи вот объясню почему ну то есть в принципе да как вы всегда правы у нас есть такая страничка да вот мы можем ее сделать урол эту херню скрыть страничку тут будет такое огромное вот только штемеля и вот прям где-то здесь найти наши версии гема вот скорее всего судя вот по этой херне вот мы все версии гема не найдем потому что видишь это какая-то херня которая идет на версии а вот надо было бы вот эту страничку да ну вот можно прям типа прямо сайты забирать сделать курал курал это серия того чтобы брать страничку html ну вот типа вот у нас есть версии гема когда они запаблищены рабочая идея но медленно ну медленно потому что медленно потому что тебе надо будет пойти во-первых узнать что эта страничка есть еще самый еще интересный более интересный способ вот на самом деле все такие все модные штуки у них есть API у ruby games также есть API вот то есть грубо говоря видите они здесь говорят ruby games API и вот тут есть скорее всего различные а это гем 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 вершин смет прямо есть метод который позволяет вам взять все версии в формате джессон или яму ну вообще сказка просто да то есть ты можешь сказать взять нашу версию что у нас там было девайс девайс и оп и прям все что нужно версии количество скачивания прям как надо как просто в этом как в аптеке вот если мы сегодня слушали внимательно вот то мы можем прямо так вот сейчас сделать что-нибудь типа result system по-моему систем возвращает результат оп тише 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 самый простой способ который мы сегодня можем подумать с нашими знаниями берем прямо сюда-сюда херню здесь мы говорим что у нас есть name и прямо это все можем до конца еще пойти сюда и выполнить папочки нет нет ты знаешь что это за ошибка но вы с ней будете сталкиваться очень часто в своей жизни я вам не определил нет я ее определил вот она version feature все хорошо хорошо инициа вайс все еще так же на держи все очень просто откуда вашему файлику bing game файлер знать существование файлика lib version feature который лежит и там лежит и что в нем нужный класс он же черт возьми не маг волшебник он должен знать что у вас есть класс который вы должны использовать поэтому вам нужно просто подрубить файлик то есть мы говорим что нам нужно подрубить файлик под названием versions feature наверное это будет lib versions feature вот таким образом сейчас у нас все будет интереснее оп есть то есть это вот та ошибка вам нужно делать причем если вы очень ленивы я обычно очень ленив я вам покажу такую интересную штуку прямо сейчас короче есть такая штука называется файл нет сейчас файл да файл join вот конечно же напишется я уже забыл что-то там секундочку файл join соединяет штуку файл файл константа файл файл она ссылается на ваш текущий файл она здесь не будет видна файл блин я туплю секундочку ребят извините руби файл api api покер он поймет файл файл амб файл 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 блин секунду от сори 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 вылетел из головы ладно с ним все интереснее чтобы не париться сильно у нас есть наша команда dear да которая умеет нам отдавать файлы вот все уже выяснили что если мы пишем вот так вот лип звездочка rb то он нам отдаст они так дир вот у нас там все наши файлы вот и по ним как же можно по итерироваться конечно у нас есть файл путь файл так ну все хорошо вот если мы возьмем сделаем реклая реалити файл то он нам все файлы подключить то есть короче что тупо не париться можем сверху написать чувак у меня вообще пленки файл добавлять давайте самым там выбирать подключает ну короче ты умеешь вот таки он просто будет прайс и файл папки 3 раз по ним подключать его ну то есть так мы получим свой вершин фетчер мы получим свои там что у нас было у нас будет уже наш визуалайзер вершин фетчер так далее то есть наша константы уже все потущены нам впаду лайфхак для вас небольшой хорошо идем дальше дальше к нашим штукам здесь наша команда резалт должна что-то вернуть он тут конечно очень долго будет думать что-то вернет и вроде бы запишет 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 нам уже вернет вернул true я говорил там есть какие-то отличие интересного по вот эта штука на возвращается обратно input а это вот нет нет а вот что такое штука есть там есть разные вот это вызов вызов все это херни вот и начать есть резал вот мы записали то есть штука которая которая обратные кавычки она себе дает то что вы сумму тебе высадал обратно в результат в этом или все преимущество вот клево у нас получилась какая-то небольшая большая херня вот но если вы когда мы читали вы наверное знаете что это джейсон вот джейсон фарс резалт вот наш резалт можно вы заметили что я прямо сейчас вот сижу и разрабатываю прямо в этом в бинзинг праве ну потому что мне а у нас нет джейсона окей у нас есть разные разные штуки я так воздеваю что нам нужно просто потом сделать джейсон мап что у нас там с с вершин наверно так нет что у нас там джейсон тверст вершин как он называется там бамбар да а дождите все хорошо нет почему ничего все хорошо окей то есть нам все что нужно сделать нам нужно взять наш джейсон который мы распарсили и и вот вернуть его прямо здесь все наш штука которая ходит нам за этим я кончен кто-нибудь может покритиковать мою имплементацию этой херни давайте все говно почему почему она плоха первая штука давайте просто здесь я не знаю как это сработает напишем ну да аргументарь извините во первых вот это вот какая-то херня штука здесь вывозит потом тупо падает с какой-то непонятной фигней вот скорее всего скорее всего но мы не сделали обработку ошибок на случай когда у наша версия гема нашего неизвестно вот во вторых самое что у нас тут супер печальная да мы берем наш input который в нашей программе и всовываем выполняемую команду вы осознаете всю прелесть ситуации да ну потому что если здесь если я очень умный хакер вот я могу здесь выполнить вообще чего угодно типа рм рф мою домашнюю папку нахер ну тут это же можно сделать наверно легко все подумают как только не делать нет скорее всего скорее всего так сделать нельзя потому что но руби скорее все таки это все эскипит я подозреваю я надеюсь руби скипит и все вот кашлось что сделать то есть ты можешь сказать что-нибудь типа не узнаешь что он пишет эхо 1 2 3 ну я не вижу писать честно говоря ну то есть он сейчас скажет эхо 1 2 3 не найдет он походу нашел гем эхо мне кажется а все хорошо смотрите наверное если мы пишем эхо потом ставим точкой запятой потом пишем давайте добавим файлик мне в нашу нашу территорию до стоп 1 потом пишем 1 2 3 то момент истинный файлик файлик это папочка 1 она уже была до факт эксперимент не дался эксперимент номер 2 так не то где я потерял вот она я надеюсь он так не сделает но хотя файлик 1 то есть если я написал рм минус рф моей корневая территория она бы удалила вот так делать нельзя у нас кончается время я думаю что ваша домашка которые будете выделять дальше у нас там обычно домашка по опыт ярко все хорошо это моя домашняя страница так мне так ярко сейчас лепну все хорошо не паникуйте вот вот да а наша старая домашка обычно было реализовать сетилиту греб которые напоминают я наверное ее перепишу но за домашку один с половиной вот заканчивается тот цвет который сегодня придумали все поменяли поняли что она делает да окей на этом наверное все я так долго не продержусь вот на этом спасибо за внимание я вам пришлю домашку чуть позже писали и если какие то вопросы походите ко мне все спасибо